Привет всем пользователям сайта iScientist.ru Сегодня мы поговорим о не только что вышившей игре FIFA 12 HD версия для iPad Так, происходит загрузка, как видите У нас всё перевернулось как надо И пока просто ждём загрузки Значок российской футбольной премьер-лиги имеется Но, к сожалению, самой лиги в игре нету Итак, перед нами главное меню Давайте пройдёмся по его пунктам Первое, Daily Challenge Так, нажимаем И нам говорят то, что мы должны зарегистрироваться в сети Origin Так, ну что же Давайте Почему нет? Итак, проверим Регистрированы ли мы Да, мы зарегистрированы в игре И... Итак... Больше ничего не будем делать Ещё раз нажмём на Daily Challenge Итак, Daily Challenge Мы играем за Inter Milan против Milano И мы должны победить в игре И при этом мы начинаем со стандарта С 72 минуты матча Так, и каждый день вот такие различные задания Да, особенно вам Итак, дальше идёт менеджер мод Это карьера Можно создать новую Вот перед нами все лиги Бундеслига Серия А, серия Б Итак Вот, извиняюсь, я очень ошибался Есть российская премьер-лига Итак Анжи Зенит Самый богатый клуб В этой игре ЦСКА Так, давайте уберём ЦСКА Это даже очень хорошо То, что есть российская премьер-лига Так, как многие любители этой игры На компьютер ждали Российской премьер-лиги На iPhone, iPad И, как видите, она Появилась Долгожданная Наша Итак, первый матч Против Анжи Так, нам Это полноценная Карьера Которая очень похожа на Карьеру FIFA 11-10 На компьютере Или же на PlayStation Итак, выбираем форму Нам показывается то, что здесь играет игрок А здесь компьютер Итак, можно Сделать так, чтобы за нас компьютер сыграл Игру А потом Можно выбрать Время Тайма От 2 до 10 минут Вот в верхней части Затем Можно посмотреть Статую состав Сделать замены Итак Ну мы не будем ничего делать Начнём игру Честно Играю сам первый раз Не уверен в том, что смогу Показать вам все сразу функции Но думаю Все получится Итак Начинается игра Так, отличные комментаторы Хоть и на английском Но если вы его знаете То вам очень будет легко понять его Итак Управление Также простой Простой Надо будет просто тянуть Здесь имеется 3 кнопки Итак Первая Пас Вот мы начали Спринт теперь Отделён Отдельной кнопкой В отличии от FIFA 11 Итак И нам говорят Различные подсказки Так как мы играем первый раз Итак Джойстик Да Мы всё понимаем Итак Просто нажать на экран Это будет пас Или смена игрока Если у нас нету мяча Итак Спринтекл Штанга Всё-таки уровень у нас Стоит сейчас Новичок Так что Достаточно легко Играется И мы забиваем первый гол Итак Можно включить повтор Посмотреть его Его можно сохранить Всё Можно 15 сохранений Сделать Затем придётся Удалять Итак Меню паузы Здесь показываются Команды Какой счёт Сколько времени осталось Потом Повторы Управление командами Куда мы сейчас зайдём Итак Стартовая Стартовая 11 игроков Где мы можем Сделать замены И нам показывается Сколько сил осталось Ещё У игроков И насколько они сильные Нам показываются Их числа Итак Также мы можем Изменить Тех Кто пробивает Штрафные Угловые Пенальти Выбрать капитана А также выбрать Тактику Итак Затем Идут Сами Настройки Игры Куда мы Как раз Не заходили Давайте Мы сейчас Зайдём Посмотрим Уровни Сложности Это Новичок Потом Непрофессионал Полупрофессионал Профессионал И мировой Уровень Также Можно Если вы Играете Не на уровне Новичок И Полновичок То можно Включить Выключить Помощь При Определённых Ситуациях Когда вам Надо Отобрать Мяч Также Можно Включить Выключить Травмы Оффсайды Нарушения Можно Сделать Так Чтобы нам Больше Помогали В смене Игроков Что Можно Включить Выключить Выбросы Из-за Штрафной Руками Можно Сделать Чтобы Происходил Пас Автоматом Затем Мы можем Выбрать Отображение В самой Игре Мы можем Включить Выключить Галы И время Которое Нам осталось Потом Мы можем Смотреть Камеры Их Как вы видите Не так уж и Мало Высоту Камеры Потом Приближение Камеры Радар Включить Выключить Потом Можно Включить Выключить Имена Игроков Комментаторов Потом Можно Звуки Потом Можно Включить Оставить Чтобы Играла Музыка Девайс А не Игры И Затем Настройки Управления Можно Включить Чтобы Был Маленький Джойстик И Маленькие Кнопки Можно Сделать Чтобы Они Были Большими Затем Можно Сделать Более Хорошую Отзывчивость Игры И Что Показывались Нам Подсказки И Также Для Левшей Можно Включить Итак Также Есть Информация О матче Статистикой Итак Давайте Продолжим Как вы видите Мы настроили То что Если мы Не нажимаем На джойстик Он пропадает И вот Мы Изменили Камеру По-моему Так Стало Лучше Даже Итак Я думаю Вы Поняли Про Карьеру Давайте Выйдем В меню Первый Матч Можно Проиграть Как видите Состав Самый Последний И даже Габулов Который ЦСКА Совсем Недавно Попал Из-за Травмы Акинфеева Акинфеева Нет В основе Так Как В реальной Жизни У него Травма Кроме Того Стоит Отметить То Что Стоит Отметить То Что Имеется В игре Разные Ачивменты То есть Достижения И трофеи Их Очень Много Так Давайте Вернемся Очень Хороший Подбор Саундтреков В игре Так Квик Матч Здесь Можно Дружеский Матч Практику Пробивание Пенальти И контроллер Это Можно Использовать Два Устройства Два Айфона Или Два Айпод Тача Чтобы Использовать Их Как Джойстики К Игре На Айпаде Все Очень Круто Выглядит Если У нас Получится То Конечно Я вам Продемонстрирую Это В следующем Обзоре Также Есть Вот Майфифа Двенадцать Есть Как раз Настройки Трофеи Ачивменты Повторы Сохраненные Затем Хелпен Баут Информацию Об игре Также Помощь Так Давай Также Есть Вклад MoGames И К сожалению Как я вижу Нету Игры По сети Но Думаю Сейчас Попробуем Мы можем выбрать За какую команду мы будем играть За какую будет играть компьютер Странно То Что Отображается Айфон Хотя Мы играем На Айпаде Ну Видимо Разработчики Решили Сделать Так Да Нету Мультиплеера Для Айпада Видимо Пока Что Возможно Все будет Так же Как Было С Фа 11 Когда Мультиплеер Появился Только После Второго Или Третьего Апдейта Так Это Был Обзор Игры Фи Фа 12 Которая Вышла Совсем Недавно Для Айпада С Вами Был Ник 1004 Специально Для Сайта iScientist True Спасибо За Внимание До Скорых Продолжение следует